Привет! С очередной пятницей вас! Надеюсь, у вас шикарные планы на выходные. Я хотела бы сегодня поговорить на тему, которую меня попросили, порекомендовали записать видео. Спасибо, Света, за рекомендацию. Значит, смотрите, вопрос был такой. Что ожидать людям, которые никогда не работали здесь с агентом, соответственно, от работы с агентом, от агента? Потому что, как было мне объяснено, что мы не знали наши границы, мы не знали, где мы запрашиваем, может быть, слишком много, или наоборот, не запрашиваем достаточно от агента. И вот чего ожидать, когда вы работаете с агентом? Ну, смотрите, в первую очередь, покупаете ли вы дом, продаете ли вы дом, вы должны этому агенту доверять. Правда же, вы делитесь своей очень такой частной информацией в обоих случаях. И в первую очередь агент должен делать всё, как только вы чувствуете, что вам что-то не по себе, где-то, может быть, поймали на вранье, где-то, может быть, что-то не так, верьте своей интуиции. Как правило, она всегда оказывается права, поэтому всегда прислушивайтесь к своему gut feeling, к интуиции. Ну, а от агента нужно ожидать, во-первых, в первую очередь, коммуникации. То есть всегда агент должен вам вовремя, периодически давать знать, что происходит. Если вы продаете свой дом, агент должен вам отчитываться периодически, сколько было показов, какое впечатление у тех людей, которые посмотрели ваш дом, от вашего дома, чтобы, если что-то нужно исправить, вы могли это сделать. Как бы, даже если нет показов, даже если нет ничего, значит, надо что-то делать с этим, правильно? И агент должен вам постоянно вас держать в курсе дела. Очень много случаев, когда люди мне говорят, ты знаешь, мы вроде наняли агента, и когда мы разговаривали с агентом, она такая была, прям такая вот классная, а потом, как только подписали контракт, она пропала, или он пропал. Я не знала вообще, что происходит. Или еще лучше, разговаривали с одним агентом, как только подписали контракт, другой агент появился, сказал, что я вот в ее команде, и я буду с вами работать. Мы вроде бы выбирали одного, основываясь на качествах одного, а получили совершенно другого человека. Это тоже очень многих людей не устраивает. Поэтому спрашивайте, работаете ли вы с нами сами, или будете ли вы приводить кого-то еще. Как это все будет происходить, как эта команда работает. Это если команда, ничего страшного, но если при этом ваш первоначальный агент удаляется полностью, то, может быть, это не совсем хорошо. Если вы покупаете дом, то, конечно, вам нужно будет ожидать от вашего агента тоже постоянной информации про новые дома, которые выходят на рынки, про изменение цен на те, которые вас заинтересовали. Вам нужно будет понимать, что этот агент должен знать местность, этот агент должен вам порекомендовать, какие здесь... Мы, конечно, ограничены в информации, которую мы должны с вами делиться по поводу демографии, криминальной статистики этого всего, потому что мы не имеем права по закону, мы не имеем права делиться нашим мнением с вами, потому что это будет как бы распознаваться, как будто мы вас откуда-то пытаемся не пустить в определенный нейбоход, или наоборот пытаемся протолкнуть в какие-то другие нейбоход. Поэтому законом это запрещено. Не ожидайте от вашего агента каких-то своих мнений по поводу криминогенной обстановки или демографической обстановки. Сколько здесь таких людей, сколько здесь таких людей. Это все должны сделать исследования вы сами. На интернете все прекрасно есть. Но если агент с вами этим делится, то как-то тоже прислушайтесь к тому, как это все вам говорится, потому что, ну, не знаю, нормальный агент этого не будет делать. Опять-таки, коммуникация. Всегда должны вас постоянно держать в курсе. И когда вы интервьюируете агента, я сделаю отдельное видео о том, как вообще интервьюирует агента, что, как мы приходим к выводу по поводу, какая рыночная цена у какого-то дома, то есть какую цену вам установить, что мы рекомендуем, что мы делаем. Я сделаю такое видео, скорее всего, на следующей неделе. Но когда вы разговариваете с агентом, вы спрашиваете вообще, какие у вас планы, какой у вас, если продаете дом, какой у вас маркетинговый план. То есть вы просто кидаете дом в МЛС и на этом все, или вы еще что-то делаете. Нанимаете ли вы фотографа профессионального, или вы приходите со своим телефоном и фотографируете на свой телефон. Есть ли у агента отношение к фотографиям, например, что, да, я сам сфотографирую, и там фотографии классные, у меня там 11 телефон, айфон там или еще что-то. Бегите от этого агента, вот прям вот сломя голову. Знаете почему? Всегда фотографии профессиональных фотографов выигрывают в любых других фотографиях, которые делает агент. Потому что даже если у него профессиональный фотоаппарат, он не профессиональный фотограф. Он не снимет с такого угла, чтобы более выгодно показать ваши комнаты, ваш дом. Поэтому бегите и ищите того агента, который инвестирует свои деньги в профессионального фотографа. То есть я это делаю на каждой моей сделке, не важно какая цена дома. Это может быть и 200 тысяч, это может быть миллион, это не важно. Мы всегда нанимаем профессионалов, которые делают свое дело, они знают, что они делают. Мы не фотографы, поэтому нам туда лезть не обязательно. Поэтому вот как-то вот спрашивайте такие вещи. Какие еще сайты, допустим, эти агенты знают, чтобы можно было ваш дом продвигать дополнительно. Я, например, использую Facebook Marketplace. Вы знаете, очень интересно, но у меня многие люди спрашивают через Facebook Marketplace. Я делаю прям промоушен, я прям плачу. У меня еще несколько есть веб-сайтов, которые я делаю, я знаю, я плачу, я продвигаю моих клиентов как только могу. Поэтому я сплю ночью спокойно, потому что я знаю, что все, что можно было сделать, я делаю. Есть очень многие агенты, которые делают стейджинг. То есть они предлагают услуги стейджинг. Это, как правило, дополнительные деньги. Никто вам бесплатно это делать не будет. Это довольно дорогая услуга. Посмотрите сами, если вам это надо, берите. Потому что действительно со стейджинг дома уходят быстрее и за больше денег. Я с этим никак спорить не могу. Но если у вас уже у самих хороший глаз и у вас уже и так хорошо все сделано, то, может, и не стоит тратить на это деньги. Просто, опять-таки, хороший агент вам скажет, что вам надо, а вот вам не надо. То есть тоже спрашивайте. Ну и самое главное, что я хочу вам сказать. Ну это не самое главное. У всех агентов есть хорошие команды людей. То есть у меня есть команда моих тайтл-компаний, с которыми я работаю, но от которых я ничего не получаю. Я просто работаю, потому что они очень хорошие профессионалы. У меня есть лендеры, с которыми я работаю уже много-много лет. И тоже я ничего не получаю. Они хорошие профессионалы. То есть есть как бы термитные компании, инспектора. Вот эта вся команда есть. Спрашивайте, кто у вас есть, с кем вы работаете, как долго вы работаете. Вам это даст немножко больше информации о том, насколько агент активен на самом деле в этой работе, в своей профессии. Чем больше агент продает до определенного уровня, тем лучше для вас. Если же агент слишком занят, и у него прям вообще полный график и клиентов очень много, там тоже надо задуматься, нужен ли вам такой агент, у которого на вас может не быть столько времени, сколько в принципе должно быть. То есть желательно найти такого, кто бы держал вас как приоритет. То есть у вас не было бы чувства, что вы один из 20 или один из 10 клиентов, с которыми он работает одновременно. Все-таки это такая интенсивная работа для нас, поэтому нам нет никакой необходимости работать сразу с очень многими и при этом терять, ну как это говорится, да, не уделять должного внимания каждому конкретному клиенту. То есть тоже спрашивайте. Так, ну вот, и самое главное, ребята, самое главное, никогда не думайте, что есть глупые вопросы. Никогда не думайте, что, ой, задавать ли мне этот вопрос, или я буду выглядеть глупо. Или я должен же это был знать, почему я этого не знаю, он подумает обо мне, что я какой-то дурак. Ни в коем случае нет глупых вопросов в Real Estate, абсолютно, задавайте все, что приходит в голову. Если как только вы почувствуете, что какой-то агент вас как-то при этом посмеялся там или что-то, это вам знак, что может быть не стоит с таким работой человеком, потому что, ну правда, мы работаем в этом годами, мы профессионалы, мы знаем этот язык, мы уже как бы нас это, мы знаем всю терминологию, нам это все легко. Для нас есть какие-то вещи, которые, ну не понять кому-то другому, вот просто думаешь, ну как это, да? Для вас вы этого не делаете, вы не знаете. Я же не пойду к хирургу и не буду там подразумевать, что я что-то там должна знать в хирургии, поэтому я сейчас не буду его спрашивать. Поэтому спрашивайте, ни в коем случае не стесняйтесь и прям вот, прям спрашивайте. Вот, ну на этом все, и следующую пятницу я, наверное, выставлю видео о том, как мы придумываем, ну не то, что придумываем, какой анализ мы делаем и на основе чего мы как бы говорим, вот эта рыночная цена вот этого дома, если вы выставите вот за эту, то вот это произойдет. Вот, так что ждите следующей пятницы, но я надеюсь, что сегодняшнее видео вам тоже помог. Подписывайтесь, делайте лайки и если есть какие-то вопросы, пожалуйста, звоните напрямую или пишите мне текст-месседжи, я с удовольствием с вами пообщаюсь. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!